Здравствуйте. 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 Еще раз всем привет, я написал в беседу, сейчас еще подождем несколько минут и можем начинать. Пока можно задать вопросы по предыдущим семинарам или просто какие-то вопросы по обучению. Вопросов нет, все понятно или все непонятно. Да нет, вроде все понятно было по прошлым парам. Ну, отлично. Картинка очень классная. Да, тут много будет мемов в семинаре. Ну, семинар будет такой больше инженерный про то, что можно показать, что действительно диффузионки генерят очень классные картинки. Какой-то математики, наверное, вам ее рассказали на лекции немного, ну и я повторю просто, наверное, самые основные моменты. Так, еще подключилось два человека. Мне кажется, это повод начать семинар. Да, сегодня мы поговорим про диффузионные модели. Ну, и с Нандартным начнем с того, зачем мы это проходим и что мы уже знаем. Ну, этот семестр начался с того, что мы начали там активно генерировать изображение. Надеюсь, вам уже много раз рассказали, что я, что на лекциях, зачем это делается. Но как бы из первого приближения можно просто говорить, что это прикольно взять и генерировать и шума, прям хорошее изображение. И такое вот очень много направлений в этом всем, и мы разобрали уже два. Вот тут вот на гифке можно два из них увидеть. Это как раз GAN и Normal Flow. Ну и про VE мы немного на прошлом семинаре тоже поговорили, но в этом семестре на лекции про него подробно не рассказывали, поэтому семинара отдельного тоже нет. Вот. Ну и сегодня мы посмотрим на диффузионные модели, вот, которые как бы являются такими сотой по качеству генерации на текущий момент. Ну, наверное, вам в конце лекции показывали такую вот картинку, где треугольник по поводу того, почему там диффузионки это там не вся индустрия сейчас по генерации там изображений, то, что они достаточно медленные. Ну и сегодня мы тоже поймем, как бы, почему они медленные, почему этот процесс генерации настолько, ну, долгий. Примерно такой план семинара. Вот. И, как я сказал, да, будет он больше инженерный, будем смотреть код и смотреть, как что генерируется. Вот. Ну, скачаем наш мнист. Вот. Мы снова будем смотреть на циферки. Вот. Потому что без этого никуда. Самый простой датасет в Computer Vision, на котором можно, ну, что-то показать там за семинар. Хотя, наверное, вот последние там большие модельки мы тоже уже не успеем запустить. И просто я вам покажу уже там готовые запуски. Вот. И, как бы, ну, что у нас есть? У нас есть циферки, мнист, стандартный. И мы хотим взять и снова научиться генерировать, ну, циферки. Раньше мы генерировали какие-то точки на 2D, а в этом семинаре мы прям, как опытные люди, сразу начнем с мниста, ну, и мы, в принципе, закончим. Вот. Что мы будем делать? Наверное, вам на лекции рассказали вообще идею диффузионной модели, что там происходит, как бы, из чего она состоит. Ну, вот в прошлом семинаре мы прошли, ну, вот эти нормальные потоки, и там мы зацепили за идею то, что мы хотим, как бы, такой прямой проход. То есть вот у нас есть, там, например, исходная картинка и шум. Ну, там два вероятностных пространства. Мы хотим уметь как из одного в другое транслировать, так из, как бы, ну, типа шума восстанавливать саму картинку. И это, как бы, классно, потому что мы можем много всего, мы можем, там, генерировать картинки, которые нужны нам, и качество, в принципе, у этого тоже, ну, достаточно хорошее. Вот. И, ну, диффузионная модель, она, как бы, продолжает эту идею, и тут мы тоже будем, ну, строить таких два процесса, но мы будем строить их немного по-другому. Мы сначала будем брать какие-то вот цифры и искусственно зашумлять их, и, как бы, запоминать, как мы их зашумляем. А потом обратным процессом брать и пытаться, ну, угадывать этот шум, вот, вообще угадывать вот эти вот шажки, ну, в принципе, как и в Normal Flow. Вот, то есть делать обратный процесс. И так мы будем, по сути, учиться из шума восстанавливать исходное изображение. И снова будет все классно. Еще класснее, чем в Normal Flow. Ну, мы начнем, как бы, постепенно и напишем такую вот самую простую идею, которая пришла, наверное, людям, когда они хотели, вот, ну, строить вот такие два процесса. То есть зашумлять данные и потом восстанавливать вот постепенно этот шум. Вот, ну, как бы, если бы я вам сказал, давайте вы, ну, зашумите картинку, как бы, как вы бы это сделали? Вы бы взяли и ввели там какую-нибудь переменную, которая будет каждый раз там постепенно, ну, добавлять шум к исходному изображению. Вот, и давайте я нарисую, и мы обсудим это. То есть, как бы, что я хочу сделать? Я хочу просто, вот у меня, ну, исходное изображение, я хочу постепенно к ним вот так вот добавлять шум, чтобы в конце, ну, у меня было прям практически нормальное там распределение, и не было каких-то деталей, картинок. Ну, это сделать просто, потому что вот мы говорим, да, типа, добавь шум, вот, и просто вот такие, такой вот формулы, которая как, ну, экспоненциальное сглаживание. С этой идеей мы часто сталкивались, что вот мы просто берем и каждый раз домножаем на, ну, какой-то коэффициент, и так мы зашумляем данные. Вот, тут, наверное, все понятно, ничего нового я вам не рассказал. Вот, и теперь мы хотим взять и, как бы, ну, вот запомнить эти промежуточные стадии и восстанавливать их с конца. То есть, у нас теперь будет шум, а я хочу взять и получить вот эту вот картинку, а потом вот эту вот картинку и так далее. И в итоге получить, как бы, ну, тут вот не одна и та же мы зашумляем, а прямо, типа, исходный ряд для примера, как это все работает, но по факту мы будем сошумлять одну картинку. Вот, ну, и как бы, какую модель мы будем использовать? Мы будем использовать U.NET, который мы проходили в прошлом семестре. Кто помнит, как работает U.NET? Вот, да, что он тут нарисован, да. Ну, архитектура постепенного сжатия, потом разжатия. Ну, собственно, здесь то, что нарисовано. Угу. А вот эти вот skip connection, они зачем нужны? Что делают? Чтобы градиент не терял справа. Ну, да, то есть, как бы, мы всегда даем информацию вот на текущем, как бы, уровне, как мы нажали. Вот, и, во-первых, да, градиент прокидывается, ну, потому что достаточно глубокая сеть получается. Ну, и, во-вторых, мы добавляем вот эту вот доп. информацию, ну, какие там фичи-мапы были на текущем уровне, чтобы потом из них, из какой-то, ну, общего знания про, там, изображение восстановить, ну, следующие фичи-мапы, которые, там, будут на уровне выше. А вот, как бы, операции downsample и upsample, помните, какие использовались, что там происходило? Ну, downsample — это вроде свертки. С maxpooling, да? Ну, вот, да, обычно downsample — это maxpooling. Ну, типа, мы хотим уменьшить размеры. Ну, а upsampling там вроде можно нулями заполнять как-то по, через одну строчку и разжимать. Что-то такое. Да, понятно. Ну, мы там проходили такие conf transpose 2D convolution, которые достаточно по-умному заполняли вот эти вот промежуточные слои, которые у нас были. Можно вспомнить и просто почитать в интернете. Ну, да, по сути, upsample — это такая, типа, операция, обратная операция maxpooling. Вот. И из этого, да, всего состоит UNED. И мы сейчас быстро его напишем. Вот, в принципе, тут, мне кажется, все как раз уже написано. Мы просто пройдем по коду. Вот. То, что, ну, у нас есть, получается, вот эти вот, ну, down-часть, которые сжимают, она просто делает, получается, свертки 2D. Вот. И, наверное, мы будем еще вставлять maxpooling между ними. Вот. Ну, и как бы тут kernel size 5, padding 2. Вот. А почему такие вот тоже параметры? Ну, kernel size — это просто так мы решили. А почему padding 2? Как вы думаете? Ну, чтобы нам не надо было считать, типа, там сначала минус 1, потом будут прессоваться. И чтобы у нас на выходе такая же, как и на входе получилась картинка. Да. По размеру. То есть, как бы... Да, спасибо большое. То есть, да, действительно, чтобы мы там не заморачивались, что у нас свертки меняют пространственные, ну, как бы, размер изображения, мы, как бы, просто ставим padding 2, и вот эта вот свертка, она высоту, ширину изменит. Вот. И мы будем меньше думать, по сути. Вот. Функцию активации мы используем тут вот такую вот. Можно посмотреть, что она делает. Вот. Нестандартная. Тут должен быть, наверное, график. Угу. Ну, тут вот у нее, чтобы, наверное, кредиент около нуля вот в отрицательной части не был. Ноль. Вот. В принципе, удобная вещь. Угу. Так. Ну, да, и используем вот этот вот upsample в два раза как операцию maxpooling. Ну, и теперь мы пишем в формах нашей модели. То есть, мы просто берем, идем по вот нашим слоям, вот, которые мы задали модул листом, и применяем слой, то есть свертку. Потом применяем к этому всему функцию активации. И если у нас еще получается там и меньше, чем двух, то есть там первые два шага, вот, мы берем и вставляем еще downscale, то есть который как раз делает maxpooling и уменьшает размерность картинки в два раза. Вот. Ну, и получается обратная операция. Тут у нас вот есть такой bottleneck, который не изменяет, ну, который без maxpooling. Вот. И обратное это то, что мы делаем как раз upscale, вот, и тут мы как раз сохраняем промежуточные фичи-мапы, ну, вот, и потом их прибавляем, ну, последнюю как раз. Споп, он вперед достает последнюю из листа, вот, ее мы сюда, ну, прибавляем, даже не конкатим, вот, а потом просто он выбрасывается из листа, и так вот все работает. Ну, то есть обратно у нас активация и свертка. Так, понятно, как написан юнет или не очень? Ну, не, вроде и понятно. Ну, да, тут ничего сложного нет, просто, как бы, мы реализуем вот такую вот архитектуру достаточно, там, простыми способами. Вот, давайте мы протыкаем ячейки. Вот мы создали какую-то нашу модельку и смотрим, как она работает. Она работает хорошо, потому что, ну, вот, что мы сюда подаем. Мы подаем патч из восьми картинок. Картинка у нас мнист, поэтому у нее только, ну, как бы, одноканальное изображение RGB и размер 28 на 28. Вот, мы подаем ее и на выходе получаем тот же размер, как и говорит нам делать юнет. Вот, и мы можем посмотреть количество параметров нашей сети. Вот, оно не очень большое, всего лишь, там, 309 тысяч. И теперь возникает вопрос, как мы все это будем обучать. Ну, как бы, я уже рассказал, что мы хотим вот из шума начать, ну, научиться восстанавливать, там, предыдущие, ну, такие картинки. Вот, и мы будем это учить. То есть, как бы, будем требовать, чтобы наш вот этот юнет восстанавливал исходную после зашумления. И лосс у нас будет такой стандартный MSE-лосс по пикселям. Ну, мы тут берем делать наш даталоадер. Всего лишь три эпохи учим. Снова инициализируем сетку, ее, ну, перекладываем на CUDA. И потом, получается, инициализируем MSE-лосс, передаем параметры модели в оптимайзер и начинаем цикл обучения. То есть, как бы, вот мы берем какой-то бач картинок, X, кладем его на GPU. Потом, получается, добавляем шум к этой картинке. Ну, вернее, вот мы тут генерим этот шум, а потом как раз вызываем нашу функцию крат, которая добавляет вот эту вот часть шума с каждым шагом все больше. Вот, потом мы делаем форвард-модели и как раз пытаемся, из модели зашумленной получить то, как бы, что у нас было. Делаем от этого всего бэквард и шаг градиентного спуска. Вот, и это все учится. Вот, это даже быстро выучилось. И теперь мы посмотрим, как модель у нас, ну, восстанавливает шум. То есть, как бы, вот у нас такие данные, там, мы их зашумляем. И мы пытаемся, как бы, взять и из шумной картинки восстановить то, что было. И вот, видимо, что если совсем мало шума, то, как бы, вообще хорошо восстанавливается. Вот, но когда много, уже плохо, но какие-то, вот, общие очертания мы можем найти. Ну, вот, тут даже, как бы, был ноль, а мы больше такое восемь рисуем. Ну, и тут так же. То есть, какие-то общие очертания, цифры мы даже можем уже доставать из шума. Вот, и, как бы, теперь мы попытаемся изменить, ну, как бы, придумать способ генерации. То есть, вот, что мы сейчас сделали? Мы просто взяли, ну, очень глупые вещи, на самом деле, мы сделали. Мы взяли какие-то данные, накидали на них вот так вот шум. Ну, то есть, с каждой, там, итерацией шума побольше. Вот, попытались взять и восстанавливать из шума исходную картинку. Вот эту вот. То есть, у нас была там семь, вот мы сделали это много шума. И мы пытаемся из шума восстановить семь. Все это мы обучили и увидели, что на самом деле, ну, что-то восстанавливается. Как бы, где мало шума, там восстанавливается хорошо. Где много шума, восстанавливается не очень. И мы такие думаем, как нам все это использовать, чтобы начать генерить. Ну, вот придуман такой процесс. Давайте вот мы пройдемся по этому тексту и узнаем его. Мы просто берем, и у нас вот есть шум. Я беру и восстанавливаю из этого, ну, подаю этот шум в мою модель. И получаю какую-то картинку. Потом, получается, я беру не вот весь исходный результат, а, например, ну, как бы там, ну, 20% вот этого вот шага, как мы изменяем картинку. Вот. У нас есть уже зашумленное изображение. Ну, не сказать, что прям вот сильно зашумленное, где ничего нет. То есть там, ну, 20% вот этих вот очертаний. Вот. Потом мы снова берем, подаем ее в модель, и модель еще раз делает как бы такой шаг генерации. Вот. Снова берем не то, что, ну, моделька нагенерила, а какую-то там как бы, ну, часть от этого изображения. И так мы делаем несколько итераций, и, по сути, вот мы берем из совсем шума, так постепенно восстанавливаем какие-то детали изображения, а потом получаем прям совсем, совсем хорошее изображение. То есть как бы давайте вот тезисно пройдемся. У меня есть случайный шум. Ну, как и во всех задачах генерации. Потом я несколько раз применяю модель, вот, и двигаю вот этот вот шум в сторону предсказания этих моделей. Ну, вот. И так получается. Вот. Возможно, вам на лекции рассказали какую-то математику этого процесса. Ну, вообще диффузионной модели, может быть, нет. Ну, так вот получается, что это инженерно можно видеть, что с каждым разом все лучше и лучше становится изображение. Вот давайте запустим этот код. Я вас примером убеждаю, что как бы, ну, действительно это все работает. То есть вот как бы, что мы тут наблюдаем? Мы наблюдаем то, что вот у нас есть какой-то шум. Вот просто мы берем и нагенерили шум. То есть из равномерного распределения мы нагенерили 8 картинок, 28 на 28 шума. Вот. Потом мы берем и начинаем подавать нашу вот эту вот х в модельку. То есть мы берем, предсказываем, ну, цифру, которую мы думаем, что в этом шуме содержится. А затем мы, ну, там, добавляем в массивчик, чтобы это все отрисовывать. И, как я уже говорил, мы не полностью в эту картинку смещаемся, а как бы, ну, берем какую-то часть. То есть вот тут вот, ну, тут снова вводим этот параметр и как бы берем предыдущее изображение с 1 минус этот коэффициент плюс предсказанное значение на этот коэффициент. И снова сохраняем массив, чтобы это все отрисовать. И вот получается у нас справа вот в этом столбце видны предсказания нашей модели. А слева, что как бы, ну, как мы будем двигать х. То есть вот мы видим, сначала был шум, потом вот тут вот уже появляются какие-то очертания, потом еще больше очертаний, потом еще больше, еще больше. Вот. И как бы, ну, я не знаю, вы, наверное, скажете, что какой-то бред я вам рассказываю. Вот. Там просто беру из шума, пытаюсь какой-то непонятной моделью постепенно восстанавливать изображение. Но на самом деле мы видим, что реальный из шума таким процессом можно взять и восстановить хоть что-то. Вот. Ну и тут как раз картинка, которая, наверное, показывает мое состояние сейчас, то, что я пытаюсь вам рассказать, да, как и шума таким вот глупым достаточно подходом научиться восстанавливать четкие изображения. Вот это, наверное, в дальнейшем будет важно. Вот примерно так. Есть какие-то вопросы? Вообще понятно, непонятно? Что происходит? Да, можно вопрос? То есть, получается, я не очень понимаю, как изначально у нас мы задаем полностью шум. Ну вот, там у нас было x первоначально, это просто вот ренд. И как вот уже на первом шаге у нас предикшн похож на цифры. То есть, мы сначала обучили uNet на цифрах. Я запутался что-то. Мы, смотри, обучили на том, что мы брали и вот прибавляли вот этот вот, по сути, шум, где это... Вот, мы просто брали и кенерили шум, и к исходной картинке с каким-то коэффициентом добавляли вот этот вот шум. И, получается, последние картинки, они были, ну, практически такой же шум, из которого мы пытаемся восстановить. И наша сетка научилась, ну, из какой-то вот лажи, ну, и шума, что-то там узнавать. Ну, как бы для себя. Вот она как-то это умеет делать. Вот тут вот мы показываем то, что она делает это, ну, очень плохо. То есть, вот как бы, вот была такая циферка, я ее очень сильно зашумил. Ну, тут, по сути, можно воспринимать то, что это просто шум. Там, ну, потом, получается, я просто могу вот передавать в эту функцию corrupt amount, ну, 1. Вот, то есть, и она будет выдавать мне прям чистый шум. А мы учили, что мы, типа, на вход принимали шум, а таргет у нас вот цифра как раз, из которой этот шум получен. Да-да-да. И вот, получается, эта модель пыталась, да, решить такую вот задачу. Ну, это вот, к слову, да, что машинное обучение может все, да, вот, ну, как бы, как мы ставим задачу, так и работает. То есть, тут мы поставили задачу из какого-то вот просто рандома пытайся сгенерить, ну, пытайся вот так вот юнетом взять и восстановить циферку. Вот. А потом мы, типа, разбили на шаги. То есть, мы берем шум, сначала на шуме предсказываем, типа, потом с каким-то коэффициентом, там, берем то, что мы предсказали и предыдущий шаг, и заново пытаемся предсказать, да, как-то так вот эта вот генерация изображения действует. Да-да-да. То есть, мы сначала вот начинаем вот с такой штуки. Ну, мы учили вот на разных степенях зашумленности картинки. Вот. То есть, как бы, были и такие картинки в нашем датасейте, и поменьше зашумленные. И вот юнет, типа, из разной степени зашумленности картинок пытается, ну, решить, ну, как, не сегментацию, но вот просто нарисовать нужную циферку. То есть, вот из такой картинки получить исходную. Вот. С разной степенью шума. И потом, как мы генерируем? Мы начинаем снова вот прям с чистого шума. Потом подаем это все в сеточку, и она нам возвращает, ну, какую-то вот калякулю. Мы эту калякулю берем и с каким-то вот коэффициентом прибавляем к шуму. Ну, вот был шум, мы взвешиваем его вот так вот. То есть, там, вот этот вот микс-фактор, который зависит от шага. Вот. То есть, если шаг, там, например, сейчас, там, нулевой, то мы добавляем, на самом деле, много шума. Потом, когда, там, у нас шаг практически, ну, равен n-steps, то мы там смешиваем, ну, чуть ли не пополам, или вообще, как бы, чисто берем предыдущее предсказание. Вот. Мы вот так вот взяли, замешали и снова попадали в эту модель. И у нас стало, ну, вот чуть-чуть подчетче изображение. Вот прям чуть-чуть. Потом мы еще раз такую операцию сделали, и еще лучше стало. И потом еще лучше стало. И вот так вот мы делаем, ну, как бы, и получаем уже какие-то, ну, реальные очертания циферик. А, ну, то есть, это вот за счет того, что юнет на разной степени зашумленности, и мы предполагаем то, что даже из шума он что-то ближе к цифре получает, и поэтому, если мы так постепенно будем двигаться, то у нас будут получаться цифры, потому что меньше шума, типа. Да, все понятно. Спасибо. Да, вот. Вот, и получается, вот таким вот процессом мы сейчас занимались. Вот. И, ну, это все прикольно, и как бы это показывает то, что на самом деле, ну, можно вот генерить, прям не сильно много думая, что там как бы в ганнах была какая-то сложная идея, что вот у нас там есть каких-то две модели, они должны соревноваться друг с другом, там одна давать фидбэк другой, там через градиент, еще что-то. Там в норму флоу тоже там какие-то распределения были, мы долго махали руками, а тут мы взяли, ну, вот прям супер просто, и какие-то черта они уже научились генерить. Вот. И как бы, ну, диффузионная модель, она использует все это. В диффузионной модели много математики, там, наверное, сильно больше, чем в том же нормальных потоках и так далее. Ну, вот про математику, наверное, этот семинар не очень много. На лекции часть рассказали, часть вы можете прочитать потом в статье, вот, и там ссылка будет. Но как бы мы посмотрим именно с инженерной стороны, и мы возьмем и так сделаем такой небольшой апгрейд нашего юнета, вот, и сделаем его вот таким вот. За нас его написали в... Вот тут вот, наверное, написали. То есть есть хаггинфейс гитхаб, и там, получается, есть всякие, ну, диффузионные модели, вот, для того, чтобы можно было тоже играться с ними, вообще понимать, как все это работает. Ну, вот, и тут есть как раз модель. Вот так вот она выглядит. По сути, тот же самый юнет, просто теперь у сэмпл мы используем, там, не просто max pooling, а как раз всякий attention down block 2D. Вот, ну, то есть это такой пространственный attention. Ну, наверное, интуитивно понятно, как работает. Это даже вот пространственный self-attention. Вот, или не очень понятно, как работает. На самом деле, можешь повторить, что не особо понял, если честно? Ну, да, мы это нигде до этого не разбирали. Вот, и, наверное, всяких трансформеров на картинок имидж-трансформеров не было вот в курсах. Ну, self-attention себе представляет, что это такое. Это просто у нас, как бы, давайте на тексте, вот, как бы, как это все исторически развивалось. Был текст, в тексте все понятно. Вот у нас есть эти, такие, там, эмбеддинги, они стоят друг за другом. Вот, и мы пытаемся взять и начать, как бы, обмениваться информацией с другими, другими эмбеддингами. И self-attention — такая операция, которая вводит три матрицы, обучаемые кей, вэлью и квери. И получается, каждый эмбеддинг домножается на эту матричку, и получается там, ну, вот эти вот соответствующие вектора, у них есть смысл запрос — это кей. Вот вэлью — это то, что, типа, пойдет дальше в этом attention-слое. Квери — это, как бы, как отвечать. Вот, и в итоге мы делаем проскалярные произведения, делаем softmax, и понимаем, там, какую вот вэлью, информацию каждого им вынести вверх, ну, с каким-то коэффициентом. Вот это вот идея self-attention. Надеюсь, вы ее помните. Она была в конце прошлого семестра. Что такое пространственный self-attention? Ну, то же самое, только теперь у нас не вот такие вот эмбеддинги, а мы просто бьем нашу картинку на вот такие вот пространственные кусочки, ну, просто вот так вот, я не знаю. Разделите картинку горизонтальными вертикальными линиями, там, на сколько-то частей, вот, и, по сути, вся вот эта вот логика применяется вот просто к этой части. То есть эта часть там обменивается со всеми другими, также через вот эти вот матрицы k-value query, и что-то идет дальше. И вот так вот мы можем, ну, делать даунсэмплинг, просто как бы, ну, прокидывая дальше в два раза меньше. Вот. Ну, и апсэмплинг тоже, то есть вот через вот этот механизм attention. Вот. Мы эти блоки не будем писать, они вот как раз реализованы вот тут вот, вот в ноутбуке, откуда мы как бы diffusers, которые можно посмотреть тут. вот, я не знаю, наверное, тут импортируется тоже эта модель, вот, можно посмотреть, как она там устроена, если вам интересно, ну, или если время останется, то можем тоже глянуть потом все вместе. Вот. Ну, короче, просто какой-то продвинутый способ даунсэмплинг, даунсэмплить и апсэмплить. Вот. И как бы тут уже будет параметров 1,7 миллионов вместо наших 309 тысяч. Вот. Это, ну, такая просто сетка помощнее. Вот. А даже тут вот резнет-досэмплинг, то есть там еще какая-то часть резнета вставлена. И как бы теперь мы будем делать чуть по-другому наш процесс зашумления. Ну, вот, что мы пытаемся изменить, мы так отвлеклись на новую какую-то модель, логика у нас такая, что мы пытаемся научиться генерировать. Мы взяли и таким простым способом какие-то каракули уже научились генерировать. И сейчас я должен там рассказать какие-то вот инженерные подходы именно уже из там denosing diffusion models, чтобы мы их попробовали и у нас прям все класснее заработало. Вот. Мы возьмем какую-то модель получше. Вот это первый пункт. Потом мы сделаем по-другому чуть-чуть процесс зашумления. Как вам рассказывали на лекции. Ну, я кратко повторю. Вот. Теперь мы как бы будем пытаться прогнозировать шум, а не само изображение зашумления. Вот. Почему это так? Там есть математическое обоснование. Вот. Мы просто это принимем как факт. Вот. Ну, и там какое-то тоже интуитивное описание этого будет. Вот. Потом мы будем еще вводить дополнительный параметр как шаг того, насколько как бы мы ну, на каком вот этапе вот этого там denosing или denosing процесса мы находимся. Вот. И чуть-чуть по-другому будем генерировать изображение, потому что мы тут будем предсказывать ну, шум, а не там исходное изображение. Вот. Примерно такой план. И как бы вот модель мы уже тут какую-то написали. Тут мы сделаем еще одну просто с нашими параметрами. Я не знаю, зачем две тут штуки сделаны. А, ну, тут уже прямо с циклом обучения, я понял. Да, давайте быстро еще пройдемся. Тут то же самое. Dataloader местовский. Снова три эпохи. мы создаем модель помощнее, которая вот юнет с такими вот блоками, даунсамплинг, потом абсамплинг. Вот. И тут задает количество каналов после каждого ну, вот этого вот уровня. То есть, вот если посмотреть, как выглядит наша юнет, то вот мы тут задаем через вот этот вот тюпл количество каналов у изображения после уровней. А можно вопрос? Да, конечно. А вот в чем смысл генерировать шум вместо изображения? Что-то я не очень понял. Смысл предсказывать шум вместо изображения? Да, как-то предсказывать шум. Ну, вот это хороший вопрос. Ну, просто так лучше будет работать. Ну, и как бы вы смотрели лекцию или нет? Да, но там сложно. А, ну да, я понял, это типа который эпсилон. Да, 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 да. Вот, и как бы ну, я не знаю, вам рассказали интуицию, зачем генерировать шум, но вот мы просто так строим процесс. Вот, мне кажется, это математически как-то объясняется. Я тоже на самом деле наверное не могу рассказать сходу как. Вот, но мы типа будем так зашумлять и предсказывать шум. Ну, это хорошо, потому что как бы видишь предсказывать картинку на разных этапах это на самом деле плохой инженерный подход. Наверное, даже понятно почему или не очень. Есть у вас идеи, почему вот картинку предсказывать даже там без математики инженерно не классно. Ну, может что типа если на каком-то шаге что-то не так сорвалось, то дальше мы берем и у нас все хуже и хуже и мы вообще в другую что-то улетаем. непонятно. Но один шаг он все полностью может разрушить. Да, согласен. Еще как бы важно то, что вот первый вот этот эксперимент, когда мы из вот таких данных пытались нагенерировать, мы понимаем, что вот тут будет лосс прям огромный, потому что вот эта вот штука отличается от нуля очень сильно. А на картинках, которые мало зашумлены, лосс будет меньше. И в итоге как бы модель будет по-разному обучаться на вот таких данных и на таких. А если предсказывать шум, то она будет примерно одинаково взвешивать и такие ситуации и такие. Примерно еще такая идея есть. Вот. Так, давайте дальше пойдем по коду. Мы берем, инициализируем нашу модель. Снова сдаем лосс. и тут мы пока что будем секунду. Да, мы тут будем брать и пока что предсказывать, мне кажется, снова картинку, а потом мы уже перейдем к шуму, чтобы тоже как-то последовательно делать. Вот. То есть мы снова берем, генерим шум, делаем еще с помощью прошлой так, секунду, я посмотрю. Вот. Да, кажется, что мы еще не используем тут новое зашумление, а используем которое наше, которое вот было в самом начале. Вот, мы берем шум, ну, вернее, с какой интенсивностью шума нам изменить эту картинку. Ну, вы все, наверное, уже поняли, что вот эта функция Caract, она принимает два параметра. Исходное изображение, и вот этот вот параметр, он как бы там от нуля до единицы. Вот. и он с каким коэффициентом взвешивает исходное изображение и шум, который я подаю. Вот. Ну, там, наверное, меньше либо равно будет. Вот. И получается, я просто беру, генерирую вот, ну, там, вектор таких чисел, сколько у меня патч, вот, передаю, и у меня все зашумляется. Потом я этот шум подаю, и тут мы даже не передаем вот этот вот как бы, ну, таймстенд, то есть шаг, на котором мы находимся, это тоже какое-то, ну, вот, следующее нововведение, мы позже посмотрим, как оно устроено. Но мы просто используем сейчас более такую продвинутую сетку, делаем предсказания, снова тот же самый лосс считаем, и все остальное тут тоже самое, вот, ждем, пока все это доучится, и посмотрим, что стало на самом деле лучше. И сейчас вот как бы наверное немного вас запутал, но мы по сути сделали только первый пункт. Вот, мы просто улучшили модельку. Да, сейчас давайте пока учиться, мы немного поговорим про то, что мы будем делать дальше. И вы, наверное, мне расскажете, что вы поняли с лекции, что вы там узнали. Вот, мы будем немного по-другому зашумлять картинку, то есть вот раньше мы зашумляли прям, ну, очень как-то странно, ну, такое первое, что пришло в ум. Вот, тут мы будем уже более продуманно это делать, и как бы, ну, каждой новой картинке мы просто будем прибавлять шум с каким-то вот параметром, ну, то есть мы будем добавлять единичный шум, домноженный на константу, и тут еще брать какую-то, ну, часть картинки тоже с каким-то коэффициентом. Вот, это вам должны были рассказывать на лекции. Это хоть немного понятно или вообще не очень понятно? Не очень понятно просто, как это работает, то есть мы предсказываем шум, который надо добавить к исходной картинке, чтобы получилась зашумленная картинка. Правильно? Или я вот input не могу понять, там будет какая картинка у нас в input. Input у нас будет просто предыдущий шаг, ну, то есть вот... А предыдущий шаг, а мы должны предсказать, а target это следующий шаг, как бы уже более зашумленный, правильно? Вот, не-не-не, мы секунду, получается вот в текущем подходе, вот он вообще доучился, мы пытаемся взять и вот так вот считать все, то есть мы берем x, добавляем к нему шум, подаем вот этот вот зашумленную x в нашу модель и пытаемся предсказать x, из чего мы зашумили все это. То, что я сказал, это предыдущий подход, получается. не-не-не, это вот самый наивный подход, который мы и раньше практиковали, и сейчас практикуем. То есть, вот так вот мы обучаем прям не как бы stable diffusion какой-то, а вот такую нашу простую версию. Вот, и потом мы используем как раз, как я рассказывал до этого, то, что мы вот так вот итеративно пытаемся все лучше и лучше генерить. То есть, у нас есть шум, мы будем его подавать нашей вот сеточке, как вот noisy x, она будет что-то предсказывать, мы будем брать какую-то часть предсказания, ну там 20%, смешивать его с нашим шумом. Потом снова давать в сетку, и так будет все лучше и лучше и лучше, и вот это было вот тут. И тут мы делаем вот ровно то же самое пока что, только мы взяли и сделали сетку мощнее. Вот больше ничего не изменили. Да, да, тут понятно, я вот про новое хотел узнать. Да, 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 я понял. Ну вот, короче, если сделаем сетку мощнее, то прям и каракули у нас станут более красивыми, и у нас прям есть воодушевление, что сейчас все заработает, тем более мы там сейчас накинем каких-то непонятных сложных вещей, и все будет прям реально классно. Вот, ждем. Давайте тут есть, наверное, еще одна гифка, блин, гифка не показывается. Это странно, но обидно, что гифка не показывается. Сейчас я китхап открою нашим курсом, и там она должна быть. Надо увидеть гифку, семинаристы делали приколы, чтобы было не так скучно, наверное. Вот, мы вот на вот этом этапе, что мы взяли модель посильнее, вы уже должны вот так вот выглядеть, вот, что вы должны поверить в то, что мы сейчас придем к тому, что прям нагенерим что-то классное. Вот, да, накидываем какую-то математику на все это. Что мы пытаемся сделать? Мы пытаемся взять и, ну вот, в принципе, как, короче, вам рассказывали на лекции, давайте сделаем сейчас вот так вот. У меня есть даже слайды лекции. Секунду. Вот, мы немного пройдемся. Вот, лекция. И, как бы, что мы будем делать? Вот, мы сейчас хотим понять наш процесс зашумления. Вот, тут вот он изображен. Ну, он называется процесс диффузии. То есть, что он делает? Вот, у нас есть исходная картинка, мы хотим из нее сделать шум. И еще, как бы, главное поставить процесс так, чтобы мы понимали, какая вот у нас вот x таитая на каждом шаге. То есть, чтобы мы брали вот эту вот исходную картинку и там могли практически, восстановить промежуточный результат. Вот, как мы это будем делать? Мы будем брать и просто как бы, ну, снова с каким-то коэффициентом добавлять шум. Шум будет у нас из стандартного там нормального распределения. Вот, и так мы будем делать как бы несколько раз. и вот эти вот параметры, которые там на следующих шагах, это просто будут произведения там предыдущих. Вот, и по сути тогда мы можем взять и как бы, ну, связать вот xt-1 и xtt. Вот, ну, вот это вот q, то есть вероятность получить xt при условии то, что у нас есть какая-то текущая версия. И обратный процесс тоже мы можем построить. И вот тут вот есть формула, как это все делается. То есть мы там делим обратно этот коэффициент. Тут вот этот вот шум, который вот тут вот мы добавляем, когда делаем как бы прямой шаг, мы его вот так вот хитро домножаем на это, вычитаем тут. Ну, по сути мы, ну, как бы, ну, формула, вот, вы представляете плотность нормального распределения. Это там x-средняя делим на дисперсию. Вот. И мы, по сути, пытаемся тут, ну, вот обратную штуку сделать, инверхнуть. Вот. И еще тут добавляем какой-то шум, потому что, потому что вероятностный процесс. Вот. И идея в том, что мы будем вот потом вот этот вот шум предсказывать нейронной сетью. И тогда, имея как бы x-т, то есть мы начинаем с конца вот шума. То есть у нас был вот x0, это исходное изображение, x-t большое, это просто полный шум. Вот теперь мы делаем обратный процесс. У нас есть полный шум, и вот мы вот по вот этой вот формуле пытаемся восстановить исходную картинку. и как мы это делаем? У нас вот эти вот параметры есть, потому что мы можем их получить вот так вот перемножая, то есть вот эта вот штука там на этом шаге, она произведение предыдущих, а мы их сохранили, ну, когда делаем обучение, например. Вот. И нам, по сути, нужно просто предсказывать вот этот вот шум. И это мы делаем как раз с помощью нашей нейронной сети. и что мы подаем нейронной сети? Мы подаем как бы следующее изображение, которое вот мы заполнили, когда мы делали прямой процесс, и предыдущее, то есть вот эти вот изображения мы знаем, вот это вот все мы тоже знаем. Z это мы просто делаем какой-то основы на шум, чтобы, ну, просто чтобы, вот, мы будем добавлять этот шум. А вот эту вот штуку мы будем предсказывать с помощью нейронной сети. и вот так вот мы будем из последнего шага потихонечку восстанавливать нашу картинку. Вот, и как раз функция потери до обучения это вот разница между вот этими вот картинками, ну, просто L2 норма, то есть сумма, ну, L2 норма, да, понятно. Вот, и как бы мы знаем шум, который мы тут добавили, и мы пытаемся по сути, ну, его восстанавливать. Это очень неинтуитивно, но это вот так вот работает. Давайте мы вернемся к семинару и взглянем на формулы, которые там, и поймем, мне кажется, ну, будет более-менее понятно. Вот, сейчас я вернусь к семинару, секунду. вот тут написаны все те же формулы, то есть вот мы берем предыдущие, которые вот и шума, чем больше T, тем больше шума, запомним. Вот, мы берем и типа масштабируем на какой-то параметр и еще дисперсию добавляем с каким-то параметром. Эти параметры мы там запоминаем. не видно вроде, или только у меня может не видно. Ой, так, извините, сейчас я исправлю. Секунду. Так, до сих пор не видно, а хоть что-то видно или вообще ничего не видно? Вы запустили демонстрацию экрана. Так, сейчас. Я исправляю. Вот, да, все. Ага, все. Да, извините. Вот, еще раз. То есть вот тут вот то же самое вот в этом параграфе написано, что было в лекции. Мы просто берем и пытаемся ну вот эту вот штуку как бы настроить. Мы задаем процесс так, что у нас каждая там следующая вот эта вот Xt при условии T-1 она получается вот по такой вот формуле. Почему так? Ну, объяснили, можно потом тоже будет почитать в статьях. Вот. И как бы как получить вот последнее как бы изображение, ну, получить шум зная X0. Просто вот перемножить вот эти вот ну, по сути вот переходные вероятности. То есть вот вероятность получить шум из нашей картинки она вот произведение этих платностей. Вот. А потом мы как бы пытаемся ну, сделать обратный процесс. Вот такой вот. То есть у нас есть ну, да, тут то же самое написано. Вот мы будем делать обратный процесс. И как бы если вот смотреть на вот эти вот графики, почему почему все так сложно вообще что-то происходит, то по сути мы просто сначала вот ну, что тут мы рисуем? Мы будем рисовать вот эти вот коэффициенты, которые там к изображению применяем. То есть вот мы будем с каждую новую сэмплировать беря от нее как бы практически сначала там единицу и потом ну, все меньше, меньше, меньше из нее информации доставая и добавляя ну, делать дисперсию все больше. Вот. Вот. Мы сначала зашумленный лос вот и со временем у нас вклад ну, вот, икса падает, а шума все больше становится. И вот это вот прямой процесс, как мы зашумляем изображение. Вот. Мы можем посмотреть на это наглядно сейчас. Вот. Вот так вот будет происходить процесс. То есть мы все больше, больше, больше зашумляем все это. Ну, вот тут вот мы еще клипаем, ну, то есть обрезаем, если значение там больше единички, то мы делаем единичкой. Вот. Чтобы, наверное, было более черно-белое. Я на самом деле не знаю, зачем так делается. Вот. И. Можно вопрос? А мы же каждую картинку постепенно зашумляем. Просто тут как будто вот тройку мы особо не зашумляем. Как-то вот пример я не могу понять. Мы же для каждой картинки постепенно шум добавляем, да? Да-да-да. Ну, да, мы на каждой картинке постепенно шум прибавляем. Тут я просто, ну, в семинаре показан пример, как работает зашумление. То есть не на одной картинке, а просто я беру патч картинок вот, и его зашумляем. Да, понял. а вот мы будем каждую картинку зашумлять. Вот на самом деле мне кажется, что мы также брать, ну, давайте, да, дальше по коду мы посмотрим, это я запомнил вопрос, спасибо. Вот, вот просто мы придумали какой-то вот новый процесс зашумления, который такой, не очень тривиальный. Раньше был простой, сейчас более сложный. вот, и как бы теперь мы как раз вот про то, что мы обсуждали, то, что мы будем предсказывать вот этот вот шум и так постепенно восстанавливать нашу, ну, наше исходное изображение. И еще добавлять шаг, на котором мы находимся и вообще еще добавляем там как бы класс, которому мы принадлежим. Ну, вот давайте посмотрим на код вот с как раз класса именно как ну, понять принадлежность к классу. Короче, сейчас будет все понятно по приторчевому коду. Давайте смотреть. Мы до сих пор никак не использовали то, что мы знаем класс картинки. Ну, на самом деле ну, вот такой дефолтной задачей постановки там генерации запрошения это там unsupervised, то есть у нас нет ответов. Вот, но часто ну, как бы у нас есть какие-то там классы, например, там есть кластеризация каких-то изображений, то есть эти изображения там одного вида, это те другого, ну, то есть такие датасеты получить достаточно легко. Вот, и вопрос как бы как эту доп. информацию использовать, то что там вот это единичка, это единичка, но на самом деле это штуки одного и того же класса. Ну, мы возьмем и как бы, ну, как вот в трансформерах там используют позиционал кодер, чтобы тоже добавлять эмбейдинг того, как, ну, на какой позиции этот токен, потому что вот в self-attention они там туда и сюда и не запоминают, где они, а мы делаем позиционное кодирование. классов. Мы делаем это с помощью нашего nn-эмбейдинга, то есть просто из классов мы получаем какое-то, ну, вот, скрытое представление размером, тут вот 4, как гиперпараметр, вот, это рандомные чиселки, которые задают класс, и мы их будем обучать. Вот, и мы будем их конкоренировать с нашими каналами, то есть у нас была картинка 1.28 на 28, а мы приконкоренируем еще ее как бы класс, вот, который задается с помощью nn-эмбейдинга, ну, то есть у нас каждому классу соответствует какой-то конкретный эмбейдинг, и он будет еще обучаться, вот, и это вот достаточно уже мощная сетка, как мы выяснили, она, ну, сможет использовать эту информацию и будет все лучше, вот, теперь получается, как выглядит форвард у нас, мы берем и получаем, ну, еще лейбл класса, его мы можем взять там из ответа, то есть даталоудер нам достает x и y, вот, y это, ну, просто класс лейбл, вот, и мы можем его вот сюда вот подать и получить эмбейдинг, потом вот с помощью такой вот сложной штуки мы просто делаем соответствующую размерность, то есть мы берем его сначала, вот так вот делаем view на, получается, batch size, тут у нас сколько, ну, сколько у нас вот гиперпараметр вот этот вот будет размерность 1.1, а потом expand, он по вот этим вот вторым размерностям берет и просто повторяет эти значения, и у нас на выходе получается вот такой вот tensor, и потом мы все это конкатим, и, ну, будет, было 1.28.28, и еще вот такое вот при гонкателе получился тут 5. И это как раз вход в сетку, вот, мы берем и подаем все это в нашу нейросеть, потом посмотрим, как это все учится, вот, а потом мы делаем вот этот вот noiser scheduler, который из, который мы импортим, он как раз нам обеспечивает вот этот вот сложный процесс денойзинга, и еще он там запоминает, ну, вот, все эти промежуточные результаты там, ну, короче, за нас это все уже написано. Что мы делаем? Мы берем, учим 10 эпох, снова делаем mse loss, вот сетка, которую вот мы только что тут обсудили, передаем ее параметры, и вот наш цикл обучения. Что мы делаем? Вот у нас достаем x, это наша картинка, тут мы ее как-то нормируем, ну, просто, чтобы лучше училась, y это ее класс, класс мы используем, чтобы его вот с помощью nn-embedding закодировать. Мы берем, делаем шум, просто рандомный, такого же размера, как патч изображения. Вот, потом timestamp, то есть, вот мы до каждой картинки берем и создаем вот такой вот, ну, типа, временной, так, секунду, торч, рандинта, тут, наверное, указывается диапазон и сколько значений. Вот, то есть, мы просто как раз делаем, как на слайдах было, вот такой вот длинный процесс, как мы будем деноизить, и чтобы делать обратно, то есть, мы для каждой картинки будем вот так вот потихоньку зашумлять. И вот мы используем вот этот вот наш скеттилер, который реализует эту логику, и что мы туда передаем? Мы передаем ему патч наших картинок, вот шум, который мы нагенерили, и timestamp, как бы, как этот шум вот так вот потихоньку начинать там распространять. Вот. И потом мы передаем нашей сетке зашумленные вот эту вот там картинку, лейбл, и ну вот эти вот timestamp. Считаем лосс, который предсказывает вот этот вот супер неинтуитивный шум. И вот так вот делаем обучение. Я, наверное, не буду сейчас учить, потому что это, ну, достаточно долго учиться. Тут 10 эпох, там большая моделька, мы еще тут NN-мбэдинг добавили, поэтому будет долго. Вот. И мы можем посмотреть на самом деле, что получается. генерация. классно даже. Ну, то есть, прям реальные циферки, генерация вот с помощью такого вот подхода, как мы все это генерим. Ну, тут генерация тоже у нас скрыта, как бы, вот в этот штуку, которую мы заимпортили, но и скетилер, ну, как бы, мы снова берем, генерим изображение. Потом мы с помощью вот этого нашего лейбл энкодера можем сказать, а, как бы, какой класс мы хотим вообще получить. то есть, он с помощью этого выучивает то, какую цифру нам и шуму, по сути, нужно генерить. Вот. Потом мы идем вот по этим таймстэмпам и пытаемся постепенно вот делать обратный процесс, что и шума восстанавливай вот это вот наше изображение и восстанавливать мы будем вот по вот этой вот формуле, где мы предсказываем этот шум. И все вот эти вот полученные параметры заполнены вот тут вот. Вот. И как бы, да, и с помощью вот как это называется класс conditional он понимает, что вот тут вот нужно там генерить циферку там 0, тут 1, потому что мы задаем вот как кодированием это. Вот примерно так. Давайте ваши вопросы, я понимаю, что, наверное, сейчас состояние вот такое вот, но давайте я попробую отвечать на них, чтобы было понятно, если где-то непонятно рассказал. А вот во время генерации получается мы поэтапно применяем нет, сейчас что-то я запутался. Во время да, я понимаю. Ну вот мы выучили шум, который мы как бы мы можем предсказывать шум, который мы поэтапно применяем, чтобы зашумить картинку. Вот как из этого получить исходную картинку? Вот я с этим запутался. Чтобы подать шума, получить исходную картинку с помощью выученного шума. Вот это я понимаю. Ага, да, я понял. Ну то есть как бы мы просто берем и ну у нас есть какие-то исходные данные и мы как раз проделываем ну вот этот вот процесс, который и туда и обратно делает. и учит сетку. А потом мы просто берем и генерим вот эти вот как бы промежуточные там слои с параметрами, которые у нас есть во время обучения. Вот эти вот альфа-тета, просто гиперпараметры, которые мы там сами задаем. Вот тут вот даже мне кажется есть слайд, который там говорит, что делать. Вот. То есть там задайте вот это вот такое, это такое-то, тут дисперсии какие-то количество шагов такое-то. Вот это вот гиперпараметры. И мы во время обучения делаем все вот с этими гиперпараметрами. А потом как раз вот у нас процесс генерации. Мы идем и вот это вот мы знаем, потому что это вот гиперпараметры, но их просто очень много, не на каждый шаг. А вот это вот мы предсказываем, потому что у нас модель научилась это делать. Z у нас всегда какой-то вот рандомный, мы на каждом шаге генерим. И вот так вот мы пытаемся восстановить потихонечку следующее, следующее, следующее. Это как обратное преобразование. Да, 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 да. То есть вот по сути то же самое, что в нормальном потоке, то есть ну только теперь это типа не прямым обратным преобразованием, вот прям типа ну обратной функции задается. Это то, что мы ну как бы прямую задаем как-то вот вероятностно, но в принципе по сути делаем то же самое, только на каких-то вот терминах вероятностных распределений, о которых мы наверное не очень подробно вам рассказываем, потому что ну тут действительно очень сложная такая математика, вот и прям наверное целый курс надо читать про каких-то там вот байсовскую теорию и так далее, чтобы именно понять, почему математически все так происходит. Вот. Ну да, понятно, то есть идея в том, что мы предсказав, ну предсказав как мы зашумляем картинку, можем потом из шума получить исходную картинку. Да. и как бы с помощью вот этого класса, который мы задаем, мы даже можем взять и научить как бы модель получать из шума нужный нам класс. Вот как бы вы тоже спрашивали на предыдущем семинаре, как мы будем, ну именно там вот задается то, что мы просто снова берем, там учимся на данных и там есть группа картинок, там снова с очками, с усами, еще там с чем-то, вот, и мы этот класс кодируем. Ну если там много классов, то мы можем просто на вот таких вот nn-эмбэддингов ну несколько составить и сконкатить. Вот, и мы даже можем генерить нужный нам класс. Вот. Да, понятно. Вот такая вот штука. Я, наверное, понимаю, что это не очень понятно глубоко, почему так что-то происходит, но, наверное, цели такой нету вот сейчас по крайней мере. Давайте, наверное, чтобы, наверное, вы тоже понимали, почему достаточно в таком странном формате семинар проходит то, что я там говорю, что вот мы это не смотрим, тут не думайте, просто примите на веру. Вот тут вот есть где-то ссылка на статью, которая рассказывает про всякие подходы, которые, ну вот мы прям базовые разобрали, вот, можно посмотреть вот эту вот статью, она есть в тексте ноутбука, и тут как бы, ну я попробовал что-то из нее, семинар тоже там подготовить, но, если честно, очень сложно, и там нужно глубоко какое-то погрушение, я тоже не занимаюсь диффузионными моделями, чтобы какую-то математическую интуицию больше вам рассказать, вот, и тут там начинаются всякие вот эти вот там параметризейшн триг и так далее, ну короче, вот если вам нравится какая-то такая математика и вы прям хотите разобраться, то советую читать, тут прям ну действительно много интересных вещей, вот. Можно еще последний вопрос? Да, да, конечно. То есть по идее мы на каждом шаге сами изначально задаем шум, поэтому теоретически мы можем обратно провести без обучения, но нейросеть нам позволяет как бы именно поэтапно не нужно для каждого шага что-то отдельное, то есть мы просто посылаем параметры в нейросеть и она нас возвращает типа вот поэтапно вот так вот. То есть как бы если мы задали шум, теоретически мы сами можем вернуться в начальную позицию, но просто поскольку этот шум на каждом шаге он разный там не очень задается, вот так в лоб типа посчитать это нельзя и поэтому тут ну сложно очень, поэтому суть в том, что мы нейросетью пытаемся делать так, чтобы для каждого шага мы там могли получить предыдущую картинку. Ну по сути да. да, 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 идея такая же. Ну и в нормальных потоках такая же идея, то есть мы задаем как прямое преобразование, так и обратное, поэтому у нас нету проблемы как бы вернуться туда и обратно, но мы пытаемся взять и как бы сделать то, что вот этот вот проход туда, ну вот и шума там с помощью нашей нейросети, он получит картинку, которая прям максимально правдоподобна к тем, которые есть в датасете. Тут так же, то есть у нас есть, например, исходная картинка и шум, и вот туда обратно, ну тут вероятностно немного, то есть тут проблематично чуть-чуть туда-сюда вернуться, ну это тоже наверное как бы реально, вот, но идея такая, чтобы мы вот сюда перешли и вот из этого шума мы вернулись обратно и получили как бы картинку, которая максимально похожа на то, что у нас было, вот. Да, все, теперь гораздо понятнее все стало, спасибо. Да, и вот получается, ну как бы к ответу на вот вопрос то, что зачем все это, почему мы там не рассказали вам один подход и все, вот давайте еще раз посмотрим на эту картинку, наверное, это самое главное, что нужно вынести из этих трех семинаров, то, что есть такая вот задача, как генерация изображений, есть какие-то разные подходы, и сейчас нужно там знать там каждый, потому что ну есть какие-то вот плюсы и недостатки, то есть ганы, они там быстрые в работе и достаточно хорошее качество у них, но у них не очень большая там diversity, coverage, ну то есть вот то, что у вас есть там датасет, ну достаточно много там разных картинок, вот ган, он склонен к тому, чтобы генерировать там не очень много, ну не очень разнообразные эти картинки, и вы не сможете задавать, какую картинку вы сможете, ну вам нужно сгенерировать, то есть это просто какой-то рандом, вы типа тыкнули, он сгенерил что-то, а там задать через какие-то параметры с помощью гана не получится, вот, есть получается всякие вот вае, нормал флоу и так далее, они получаются достаточно быстрые в работе, и неплохое там diversity дают, можно указывать как раз какую именно картинку генерить, вот, но проблема в том, что, ну у них вот всякий там фон и так далее, он не очень хорошо генерируется, вот, и как бы это большая проблема этих подходов, и есть всякие вот эти вот диффузионные модели, которые супер классно генерят, то есть очень хорошее качество, ну вот мы даже на примере цифер видели, что там даже шум какого-то, который был, его нету, просто мы из шума генерируем реально четкую картинку, вот, мы можем снова создавать как бы тип этой картинки, но этот процесс он очень долгий, ну то есть там генерация картинки занимает там 30 минут на высотой, вот, и есть вот такой вот рядов, то что как бы что вам нужно использовать в ваших задачах, вот примерно так. вот у норм потоков не такое высокое качество как раз потому что мы требуем четкую, ну, мы ограничены в выборе функций, по сути, так или иначе, и поэтому мы не можем идеально, а вот в диффузионах у нас получается ну, все что угодно, только шум этот, да, и поэтому так, да, да, по сути идея да, такая. Вот, наверное, это нужно вот, вынести из первых, ну, вот начала этого курса про всякую генерацию изображений, ну, диффузионные модели, это прямо сейчас очень там модная, популярная тема, очень много работ по ней пишется, вот, например, еще диффузионные модели там, ну, в текстах не стали какой-то сотой, ну, то есть, вот, мы проходим генерацию изображений, есть еще задача генерации текстов, наверное, вы тоже слышали про там, чат GPT, про который сейчас все разговаривают, вот, тоже, ну, задача генерации, просто другой тип, вот, и там используются, ну, какие-то другие подходы, вот, не диффузионные модели, и тоже интересно, там, многие люди пытаются эти идеи применить в тексте, ну, это всегда так, то есть, ну, PCV, они тут очень тесно связаны, например, вот, когда трансформер текст появился, прям, типа, многие люди, ну, кинулись просто его адаптировать под CV, и вот там через, я не знаю, сколько вышла статья, где, ну, получается, вот этот Visual Transformer победил ResNet, ну, там, такой, коллаборация сверточных слоев, и Transformer победила ResNet, и ResNet перестал быть сотой, поэтому, как бы, вот, активные какие-то идеи генерации картинок, они пытаются примениться к генерации текстов, так что, это такое, супер, классное ресерч направление, многим этим занимаются. Есть у вас еще вопросы по этому семинару, по предыдущих темах? Я не знаю, будут ли домашние работы по этому всему, возможно, возможно, будет какая-то прогенерация, но я не уверен. Вроде по данным обычно есть. Ну, да, тогда ее, да, выдадут, и тоже можно будет задавать вопросы мне, может быть, они появятся, потому что пока что не очень активно вы пытаетесь ходить на семинары, спрашивать в чате. Так, есть еще какие-то вопросы? Ну, там, вообще, любые вопросы. если вопросов нету, то, наверное, на сегодня все, можем расходиться. спасибо, пока. Всем спасибо, тогда свидания.